на набережной очень много людей такие большие что-то по разгребать так и мы снова в этом парке тишина покой так безлюдно здесь помимо хвойных вечно зеленых растений еще вот такие лиственные листья красивые какие будьте осторожны у нас уже весна у нас одуванчики и вот еще одуванчики надо же да все уже весна у нас январь месяц как это стена из домов просто интересный такой дом у него будет из балкона вид на сусенние окна Субтитры сделал DimaTorzok 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 Новый дом строят. Второй этаж уже. А, в Гумбате. Понятно. Кому интересно, записывайте номера. Да, вот такой дом будет, как на фотографии, наверное, просто жилой дом. Сейчас врухнусь, как он пьяный. Интересный райончик. Печку топит. Вот так вот. Город контрастов. Интересно, очень, здесь прогуляться. Возможно, для кого-то это какие-то родные места. Ой, а какой там красивый, смотри, вот это вот здание. Смотри, какие фигуры там. Да, у меня, к сожалению, приближение такое не очень. Я как-то снимал этот дом, но не так близко, ну, как бы, снизу. Мы вот уже выходим на улицу Чарчевазы. Получается, ближе к рынку. Ну, у него и машина побитая вся, потому что он ездит так... Ну, да, да, его мотыляло. Ну, не пьяный, но нервный. И проявляют себя, как могут. Видишь, как люди тоже... Кира Элик Эф. Надо же, на турецком написано и на грузинском. Аренда дома переводится, это я уж точно знаю. Вот тебе и пожалуйста. Там интересно, делайте скриншоты. Кто хочет арендовать квартирку в самом центре Батуми. В Батуми даже есть тут такой сторожка, да? Вот здесь здесь переход, здесь нет перехода. Вот это, кстати, автовокзал в Батуми. Мне кажется, что он вот с тех времён ещё такой, как и есть, такой он и стоит. Вот он. И рядом там, сейчас как раз и поснимаю, рядом такая... А, вот пешеходный переход. Мы здесь были, да? А, мы же когда ехали, наверное, идём, пока нет машин. Ну, вокзал, да, такой здесь интересный. Протон, да, такая здесь ещё есть подсветочка. Ну, слушай, ну, мне кажется, этот вокзал, вот как и в СССР, да, вот эти ещё? А, да. Может, что-то... А, окна вот пластиковые, да, а так? Вот такая погода хорошая. Прям здесь вообще ветра нет. Это улица такая вся в строительных материалах. Это бытовой техники, строительные техники. Это обратная сторона вокзала. А, чтобы садиться, надо обойти вокзал. И здесь маршрутки. Ага, понятно. Интересно. Будем знать. Ну, здесь хоть какой-то тротуар есть, уже приятно. Магазин хостоваров. Забрели по дороге в продуктовый. Тоже сгущёнка. Сгущёнка 2,40, 2,30, 2,20. Варёную 2,60, 2,30, 3,40. Манная крупа. 2,70. А, даже кисель есть. Разрыхлитель для теста. Сода. Очень много товаров. Такое разнообразие. А вот, кстати, масло оливковое. 10 литра по килограмм. Мандариновое масло. Максимальное дешёвое масло. 750, правда, миллилитров. Не литр здесь, но 4,80. Есть вот литр за 5,90. И вот такое тоже есть за 5,90. Рафинированное, подсолнечное. Кукурузное тоже есть масло. Пол-литра 4,80 стоит. А есть такое вот большое кукурудное. Литр 8. В прошлый раз мы здесь шли, когда дожди на такой лил. Сейчас уже погодка хорошая. Мы здесь такой не будем. Вот, кстати, тоже могу. Кстати, рыба какая-то там вкусная. Ну, да, там, видишь, вот тут классный какой-то прям. Дёшево там, ну, как бы, недорого. Мы в магазин идём, где подушки. А он так расположен, и по-другому не пройдёшь. Вот здесь шифер продаётся. Разный. Сейчас ты не оглядывайся. Сейчас мы в тот магазин придём. Ты там посмотришь, что тебе надо. А там на грузинском наверху написаны буквы, вон, куда канатная дорога идёт. И снова мы здесь. А, на все подушки? Ну, да. Смотри, шумонит. Я, правда, спрошу на кассе, потому что у нас там... Шумонит какой дорогой. Смотри, хозяйственное мыло, жидко. Ой, ужас, как оно воняет, наверное. Оливковое мыло. Ого, 900 грамм. Сейчас проверим по штрих-кодам. 5707, да. 12,80 грамм стоит. Ну, пахнет очень вкусно. Какой-то супер натуральный. От моли что-то есть. Вот штул офисный. Это самая, по-моему, недорогая цена, которая есть, где я была. 155 лари, дальше идёт дороже. Вот есть такой штул с какой-то бешеной скидкой, типа того, 245, но у него есть подбулонник. Ну да, дальше вот такое вот уже более модное. Более... Более... Стол стоит месячная аренда квартиры. Вот такой штул купить-то будет. И сидеть. Шутка. Маме нравится магазин. Это хорошо. Да нет, мам. Этот прогресс ещё не дошёл до сюда. О, а это на развес, смотри. Тряпки. Я их называю. Подушки он тоже на развес. Вот, вот они. Сейчас завернём. Такие весёлые светильнички. Ночники в виде совы. А это в детскую спальню классно. Больной вопрос. Духовка. Вот, 219 лари. А это микроволновки уже. А, вот 169. Вот, видишь, самые деталявки. По 4 лари, по 5. Вот этот термос мне прям нравится. 25 лари. До путешественников. Ну, их тоже ничего так. Ну, они уже дают. Орхидей тоже продают. А это что за цветок на папороти похож? Ну, это не папороти. В общем, ларик всего лишь. Это какие-то пальмы. Вот тоже за 15 лари. Пальмочки. Это гейзерная кофеварка. Наверное, это не здесь надо смотреть. 60 на 25 на 10. 4,90 лари. Я не знаю, как правильно это называется. Похож на шлакобулок. Но он такой. Туристое. Ну, конечно, дешевле. Смотря какого размера. По каким деньгам бензин? Я не знаю, что это. Экстро. Номеров я не вижу. 92-95. В общем, от этого магазина большого мы решили пройтись по перпендикулярной улице, которая называется... Сейчас я скажу, как. На углу была вывеска Андро Никашвили. Сейчас, может быть, еще где-то на еду называется. И сниму ее. Мне очень нравится этот частный сектор, поэтому... Хочу здесь прогуляться. Мы свернули на улицу Супунская. Сейчас идем по ней. Здесь, в основном, преимущественно, конечно, частный сектор. Актобусная остановка в ту сторону. То, если ехать. Вот тоже дом, видишь, полностью оббит железом. Ну, не железо, как он называется, а металлопрофиль. Чтобы не плюсневел дом. Потому что очень сыро здесь, конечно. Они когда дожди идут, вот такой. Аккуратненько сделали. Такой блестящий. Серебряный дом. Вот где-то обшивают. Вот где-то вот такой, видишь, фасад. Ну, даже какие-то потеки. Ну, это с железных вот этих решеток стекает. Она наверху фанатная. Ну, как-то тихо здесь. Вроде машина одна приедет, и все, и тишина. Интересно, конечно. Не по-центральному. О, хурма висит. Листьев нет, хурма висит. А сушеная хурма какая вкусная. Вяленая была. Ну, или вяленая. Единственный способ, наверное, ее сохранить, это вот засушить вот так. Чтоб она не попортилась. Вот этот магазин, модус, его все хвалят уже. Там, по-моему, тоже куча всего для дома. Смотри, какой красивый закат сегодня. А мы идем, не пойми где. Закат мы сегодня не увидим. Да, надеюсь. Мы идем по самой такой улице. Строительный. Продажа стройматериалов и сантехники. Наверху квартиры сдаются. Там канатная дорога, здесь сантехника. Люстры, краны, унитазы. Все здесь. Все удобно. Замок. В окнах так красиво закат отражается. Ты посмотри на эту красоту. И вот эта хорошенькая тоже. Да, она вешать в 42-м греет. А, классная. А сколько стоит? 55 лари красная такая. Дом мебели. Там, кстати, большой очень магазин. Это у нас улица Пушкина уже. Мы идем здесь. Где-то в районе 62-го номера этот магазин. Здесь все. Вот по одной стороне мебель. Я вижу вот стулья. Кстати, вот интересно, сколько стулья стоят вот эти вот офисные здесь. Вот этот стул сколько? 270 стоит вот такой офисный. Не видно даже. Там разные цены. Вот за 160. Это вот такое у него. Здесь, кстати, много. Вот за 160. 240. 280. Так вот для директора. 200. Вот 160 на колесиках. Слушай, интересно. Оно такое же, как там. Ну, уже 160 нормально, что можно купить. Ну, и за 500 лари это, конечно, вообще. Вот сюда и придем. Здесь, кстати, и стол можно купить. Вот такой за 90. Это плохо видно. За 95. Что-то мне не фокусируется. Уже вечер. Ведь 95. 90. Ну, они складные, да. Но все-таки. 132 реплетеная. Пластмассовые. Много здесь.